Почему Париж стал столицей мира моды? Конечно, это привольные парижане, элегантные парижанки, которые умеют всегда одеваться шиком, они выходят на улицу, они создают стрит-фэшн, то есть уличную моду. Но опять-таки мы понимаем, без экономической составляющей вряд ли Париж стал бы столицей моды, так как это сложилось исторически, что очень давно и географическое расположение Парижа, и то, что государству было выгодно, текстильная продукция была настолько хороша и имеет очень давние корни именно во Франции. Тем самым Париж зарекомендовал себя как столицу моды еще с 17 века, когда впервые французы стали уделять большое внимание именно самой моде. Что такое мода? В переводе с французского мода значит новый образ или обновление, то есть создание новых форм, создание новых образов, так же, как и в английском mode, то есть это новая форма. Чего-то, новое состояние. И как говорит Пьер Карден, как деревья сбрасывают свою листву осенью, так и мы очень следим за модой, и сезонность моды заключена так же, как и сезонность в природе. Мы тоже хотим, мы следуем моде, потому что мы хотим меняться, как сама природа. Мы чувствуем это обновление, и мы вступаем в него, мы хотим тоже меняться. Если говорить о Париже, то там, конечно, очень интересуются моды, и все это началось со времен Людовика XIV, когда придворная знать стала уделять большое внимание красоте и моде. Мы знаем, что Париж был очень стильным европейским государством, текстильная промышленность была очень развита, и благодаря этому зародился источник того, что в торговле происходило. Париж является столицей шика и гламура, как мы сказали, и у всех появляется, скажем так, такое сладкое или сладостное ощущение чего-то шикарного, чего-то трепетного, волнующего, красивого, когда мы говорим о Париже и о парижской моде. Интересный момент. Существует такая эпоха во Франции, эпоха а-ля Русс, то есть российская эпоха. После революции 1917 года было очень много иммигрантов, которые переехали из России во Францию. Большей частью это были люди состоятельные, либо очень интеллигентные. И, к сожалению, да, они все говорили по-французски, но они должны были reinvent themselves, то есть воссоздать себя заново, потому что это была совершенно новая территория. Что же они сделали? Очень многие девушки, женщины, будучи даже очень богатыми, должны были начать работать модистками, потому что больше, в принципе, ничего не умели. Но они хотели воссоздать тот успех, который они имели в России, именно в Париже. Многие из них владели искусством манер, то есть они действительно умели изысканно одеваться, вести себя в обществе. Это были грецкие дамы. И они стали учить этому, появляясь в тех кругах, в которых они могли появляться. Мадистки постепенно стали открывать свои ателье. И эти ателье не могли, к сожалению, иметь статус французских до тех пор, пока не появился такой паспорт, нансенский паспорт, благодаря мистеру Нансену, который, можно сказать, пролоббировал возможность русским иммигрантам получить этот паспорт и свои ателье, которые они создали в Париже, поднять до уровня домов мод. То есть впервые именно русские дворянки, русские бывшие балерины из Миринского и Большого театра, бывшие фрейлины, бывшие придворные стали постепенно входить в рынок моды, парижской моды, французской моды. Можно сказать, что цвет французского Прованса придумала русская баронесса с греческими корнями, которые звали Евгения Кастидис. Она создала русский дом моды Орданс. Торговой маркой, то есть брендом дома, она сделала цвет. То есть этот цвет, сиреневый цвет, позже стал цветом Прованса, не только как территориально-географической единицы, но и как интерьер, как стиль интерьера, что она делала. Она делала очень интересную стратегию. На всех своих показах она дарила букетики из пиалок. Она также все свои коллекции делала сиреневого оттенка. То есть это были пальто, платья, обувь, зонтики, сумки, коржева. Все это было сиреневого цвета. То есть она закрепляла за собой этот цвет. Орданс стал очень известным русским домом. И очень интересно, есть такая фишка, скажем так, по Франции. Даже сами бывшие русские эмигранты шутили над тем, что все майдистки, выходцы из России, хоть как-то имеют отношение либо к императору, императрице, к их двору, либо они все были балеринами Мариинского, либо Большого театра, либо они были фрейлиными, потому что, в принципе, это был свет интеллигенции. Так оно, наверное, и было. Манекенщицами у Коко Шанель были на минуточку княгиня Трубецкая, Анна Воронцова-Дашкова и грузинская княжна Черчевадзе. То есть достойные дамы. Олицетворением русской дворянки была правнучка Жуковского София Насович. На тот момент в Париже в 20-х годах было более 40 русских домов мод. И после 40-х годов, когда началась уже Вторая мировая война, к сожалению, эпоха русских домов мод окончилась, потому что многие эмигрировали в США. Некоторые дома мод были поглощены более крупными синдикатами, и постепенно как-то русская эпоха а-ля Рус рассосалась в Париже. Но все-таки изначально истоки мира моды именно дали наши русские эмигранты. Если говорить об особом районе Парижа, все знают Елисейские поля, Шан-Делизе, это, конечно, хай-класс, топ-класс, особый район. На нем расположены парижские дома от кутюр, то есть высшего класса, от высокой кутюры мода. Это блистательный круг самых авторитетных парижских модельеров. Для того, чтобы соответствовать понятию, термину от кутюр, я сейчас вам объясню, какие должны быть основные